Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас первое видео из, мне кажется, для меня просто очень долго-долго отложенной серии. Это мои аккаунты. Да, я вроде как уже несколько месяцев назад обещала, что запишу это видео по поводу моих всех аккаунтов, всех моих персонажей, всех моих друзей. Два месяца назад я обещала вам начать снимать, но как-то желание пропало, обновления были скудные и желания снимать не было. Да, в общем, сегодня начинаю с ненавистной всеми иконки Старрайдера, которая больше не увидит ни один лайф, слава тебе, господи. Да, мы начинаем знакомство. Я буду снимать видеоролики именно в той последовательности, в которой я перечисляла персонажей в двухмесячной давности ролики, где я перечисляла как раз фотографии показывала своих персонажей и их имя-фамилию. Вот. И вот в таком последовательности видосы и будут выходить. Так что если вам очень-очень интересно там дождаться какую-нибудь Кассандру Фаершилд или Хину Вестлайн, которая находится в самом конце, то, к сожалению, придется подождать, потому что последовательность будет именно такая, как задано в прошлом видео. Итак, Даша Панихом. Если честно, я даже не помню в каком... А, в каком состоянии я ее ставила? Ах да, Даша Панихом. Я забыла, что я и купила шикарного Мустанга, которого у меня, кстати, нету на основном аккаунте. Именно поэтому покупка была интересной и плюс они хорошо смотрятся. Итак, я буду, ну, как бы, двигаться по местности. Да, кстати, время 7.24. Как же здесь пусто, прекрасно просто. Да. Вот. Значит, Даша Панихом. Даша Панихом была создана, я даже не помню в каком лохматом году, потому что... Это было очень давно. То есть, я уже играю где-то 4 года. Да, я начала играть в июне 17-го года. А то есть, от 17-го года, по-моему, я тогда насчитала, что 5 лет назад я создавала Дашку Панихом. Вот. Как это было? Моя подруга, которая шарила в интернете больше, чем меня. Да, это моя сестра Миша. Всем любимая Миша. Да, в игрушке, кто не помнит, она у меня зовется... Так. Харли... Боже мой, я забыла, мне стыдно. Я... Медея, Медея, а фамилию не помню. Прости меня, Миша, пожалуйста, не помню. Редко вижу фамилию твоего ката Медея. Да, Харли это, значит, мой молодой человек. Медея это... Моя сестра. Ну так вот, и она мне... Она прошаренная в интернете. Рассказывает мне, что... О, там в интернете есть классная игрушка про лошадей. Тебе зайдет. Потому что она знает, что я люблю лошадок. Игрушка действительно мне зашла, но на тот момент я была совсем неопытная в... В плане онлайн-игр, в плане онлайн-покупок. Вот. Она-то была прошареннее, я нет. Я вообще там... Мне кажется, я ничто была. Она меня научила пользоваться там блютузами на тот старый древний момент. И, в принципе, интернет она мне открыла. И все онлайн-игры тоже, спасибо ей большое, она мне открыла. Вот. Я создала аккаунт, который сейчас перед вами. Но раньше он выглядел совсем по-другому. У меня фоток не осталось. Я даже скриншоты еще не умела тогда делать. У меня ничего не осталось. Фотики, может быть, какие-то и были на каких-то старых телефонах, но я вообще этого не помню. Ну вот, я создавала этот аккаунт. Честно, поиграла один день. Вот. Прокачалась там... А нет, я честно прокачала и поиграла все полноценные три дня бесплатного старайдера, которые давались еще тогда, насколько я помню. Вот. И все. И все. И доступ к мне оказался закрыт. Мол, делай, что хочешь, но серой плати и играй. И на тот момент я не знала, что я могу, в принципе, наслаждаться этой игрой даже без старайдера. Просто захотя каждый день, делая какие-то скрин... Может быть, я скриншотов бы научилась делать в этой игрушке. Может быть, я там... Не знаю, у меня бы такое памятное дерево древних скринов было и видео. Ну, ладно, видео нет, а вот скринов бы да. Но нет, как только закончились мои триста райдеры, я пожала плечами и сказала, мне тут больше делать нечего. И просто перестала заходить в игру, после чего благополучно ее удалила. Да. Значит, в семнадцатом году я вспомнила, что есть такая игрушка, как Star Stable. Почему? Я очень сильно захотела поиграть в игрушку с лошадьми. Но не в какую-нибудь оффлайновую игру, а именно в игрушку... Как сказать-то? А, в онлайн-игру. То есть не БКшные такие мои детские игры, в которые я играла в детстве. Не там, не Барби, приключения на ранчо, в поисках Лаки. Ничего из этого. Нет. Я хотела поиграть что-то онлайн с лошадьми. Вот. А Лиська на тот момент, я думала, она мне закрыта. Потому что я помню, что я смотрела корейские всякие видеоролики. И читала, что она вроде как закрылась. Поэтому про Лиську я даже не подумала. И я вспомнила, что у меня был аккаунт Star Stable. Благо, спасибо, моя мама, которая когда-то в жизни мне подарила блокнотик, в который я периодически, правда, записываю все свои данные от игровых аккаунтов. За что, кстати, ей большое спасибо тоже. Вот. Я нашла данные от своего аккаунта. Вы что, у меня там данные даже от Твидеру. Я думаю, совы, которые сейчас сидят и лохматятся, и сбрасывают себе пылью, запомнят, что такое Твидеру. Вот. И зашла я, значит, на этот аккаунт. Думаю, о, какое счастье. Создавать не надо, уже все готово. И я захожу. И знаете, первое, что я вижу, это вот было вот так вот. Я вижу Дашу по нихом. И я думаю, как... А че? Ну, о чем я думала, когда создавала Дашу по нихом? Во-первых, нельзя было создавать персонажа на русском. Прям нельзя. Можно было только на английском. Но... Ну, ладно. Ну, Даша, да, хорошо. У меня сейчас основной персонаж Дарья. Но по нихом... Я пони, насколько я помню, никогда особо не любила. Я больше тянулась к большим тяжикам массивным. Или, ну, просто к обычным лошадям. Но никак не к пони. Наверное, тогда я думала о ассоциации с собой. Потому что в жизни я достаточно невысокого роста. И обычно, по сравнению со всеми... Ну, такой... Пони. И да, мне даже на одном работе дали кличку. И все на работе дохнут кони. Ну, а я бессмертный пони. Да. Так что я бессмертный пони. И... Может быть, я как-то с собой ассоциировала, что, мол, дом пони... Я не знаю. Я не знаю. Но в тот момент мне это вызвало такой негатив к этому аккаунту. Что я просто моментально вышла. Создала новый аккаунт. Всем известную вам. Дарью Рейвин Лайт. Извиняюсь за лаги еще. Заранее. Да. Если не буду в течение видео. Вот. А этот аккаунт остался заброшен. И я помню, было... Было удвоение. Первое мое самое в жизни удвоение. Я хотела купить себе СК. Я их купила. Но по привычке написала не ту почту. Потому что, скажем так, на Дашку у меня... На Панихом у меня моя основная почта. И поэтому я забыла, что как бы я забросила этот аккаунт. На него не нужно класть СК. И я положила на нее удвоение. У меня в кармане оказалась тысяча СК. Эти тысячи СК вначале лежали, ничего не делали. Но потом я решила, что так. Я размышляла сильно по поводу покупки Квотерхорса. И в итоге я... Спустя очень-очень долгое время. Прямо вот безумно долгое время. Может быть год даже больше. Мой мозг решил, что так. Существуют баги. Тогда, на тот момент они существовали. Те, которые позволяли пройти в открытую местность. Вот. Но потом как-то я тему задвинула багами. Пользоваться не захотелось. И у меня появился, по-моему... А, да. На этом аккаунте я активировала впервые код на... Сколько там, 7 дней старайдера. И я думаю, так, ну этой возможностью надо воспользоваться. Хотя, если честно, я сейчас сама не уверена по поводу своих слов. Потому что у меня столько аккаунтов. И я боюсь перепутать события. Ну, в общем, как только у меня появилась возможность проникнуть... Да, нет, я все-таки проникала путем багов, глюков. И в ближайшую местность, из которой не так сильно кикала, как при... На тот момент уже попытке попасть в Ипону. Я решила, что так. У меня на основном аккаунте был серьезный вопрос. Хочу ли я к Вота Хорсу? Нужен ли у меня? Есть ли смысл его покупать? Так как у меня на Ревенлайт было желание купить одного Квотер Хорса, я на Панихом купила вот этого Пейнт Хорса. Ну, по сути, разницы нет. Моделька одинаковая. Да. И назвала его Загадочный Мечтатель. Да. Мне понравилось. Правда, я никогда не любила у старых моделек их змеиную шею. Она меня очень сильно раздражала. Но как только я купила этого Квотер Хорса, я в него влюбилась. Он мне начал нравиться. Он мне начал как-то, я не знаю, симпатию к нему начал проявлять. И эта лошадь не стала у меня какой-то лишней в конюшне. Да, если что, у меня, кстати, началка у этого персонажа. Это уже переделанный вариант. Потому что, когда их обновили, я пошла ее переделывать. Когда их обновили в первый раз. То есть до поколения 2. Вот я переделала масть, по-моему. По-моему, да. Потому что мне безумно не нравилась та, что была. И когда у меня сделалось поколение 3, я, по-моему, не меняла уже масть. Такой вот у меня конь. Дарк Энджел. Да, и такое имя. Но вот, кстати, вот Дарк Энджел, это на меня почти 10-летней давности похоже. Да, потому что еще я смотрела аниме Дарк Энджел. Да, я помню, что я его еще называла Дарк Ангел. Не важно. А нет, там был Код. Код Ангел. Аниме, да. Так что это на меня похоже. Не удивляйтесь. Да, и вот такой вот красавчик. В принципе, он какого... Какого у меня уровня вообще? Какого ты уровня? Как бы тебя посмотрели. А, да. Стоял он, по-моему, я его докачала до третьего уровня. Этого я не качала, по-моему, вообще. Или он там тоже был третьим уровнем, третий-четвертый. Вот, это уже все, меня заблокировали, как бы у меня не было. А, по сути, Старайдер... А, нет, Старайдер, да, я еще не активировала. Но я вводила коды, так же, как и всем своим аккаунтам. Я начала вводить активно коды на любое количество СК. Да. Вот сейчас 220. Но, ребят, я купила, значит, коней, шматье. То есть, у меня накопилось за 4 года достаточно СК. По-моему, при условии я вводила абсолютно все коды. А на этом аккаунте мне много лошадей не надо. Чисто которые, по моему мнению, они и подходят этому аккаунту. Ну, если я больше ни на что не коплю. Так вот, как только я накопила нужное количество СК, привезли... Это был первый завоз, когда привезли всех магиков, по-моему. И я когда-то очень сильно мечтала чисто о вот этом вот магике, который... Отвезни. А, это так не работает, иди. Который чисто фиолетовый-сиреневый. Я когда-то его очень сильно хотела. И я поняла, что, так, этот аккаунт у меня ассоциируется с прошлым. Мы с ССО, хотя никакой тут старой лошади и нет. И у меня, кстати, была мысль сделать этот аккаунт чисто для старых лошадей. Но что-то пока не получается. Вот. Я купила себе это чудо и была безумно рада. Несмотря на то, что это же чудо у меня есть на Дарьи Рэйвен Лайт. Но здесь оно для меня как-то более ценно, что ли. Назвала его чудесный самоцвет, потому что мои старые ассоциации по поводу этого исландца магического были именно такие. Потом, значит, у меня вот накопили с СК. Много. То есть, смотрите, мустанг сколько стоит... Сколько стоит? Простите. Сколько стоит? 950, по-моему. Я его купила. И у меня еще осталось 220. То есть, вы представляете, сколько у меня там ИСК накопилось и сколько я на самом деле не тратила их. Да. Вот. Я купила... У меня еще шиллинги начали потихонечку накоплються. Вот даже до сих пор они остались, потому что я начала... По-моему, в течение целой недели, может быть, две... Не, недели. Я заходила и качала почти на каждом своем аккаунте коней. Таким образом, у меня Мечтатель 9-го, Дарк Энджел 7-го, Самоцвет 7-го. И... Да, вот мустанг, кстати, назвал арктический скакун. Не знаю почему, но нравится. Он четвертый. Вот. И давайте зайдем в реликвию, в религиозное место просто. Это шкаф. На самом деле, мне плакать хочется, какой я глупый человек. И что зачем-то продала все вещи в какой-то момент на Дарье Рейвенлайт, которые меньше... Которые либо вообще без характеристик, либо с характеристиками, но мелкими. Я продала чисто все, и, к сожалению, я восстановить это не могу. Мое письмо разработчикам с мольбами о помощи, года два или три назад, были проигнорены. Проигнорены подписала я им тогда на почту. Но я им писала идею, мол, создадите, пожалуйста, какой-нибудь ларек. И что в случае того, что если игрок продает случайно какую-то шмотку по заданию, он сможет ее купить обратно за СК хотя бы, пожалуйста. Ну, да. Но как-то меня проигнорили. Хотя идея была бы прекрасной. Я бы все скупила. Я бы скупила абсолютно все. Но, к сожалению, теперь у меня шматье за задание только на этом аккаунте. Ну, точнее, только на вот этих вот всех последующих аккаунтов, кроме основного. За что мне теперь очень-очень стыдно. Потому что если лошадей можно купить, то вот это вот нельзя. Да, как видите, у меня застало времена Спирита, успела купить. Застало времена Джо Джо Сива, купила себе, по-моему, все. Все собрала с бантиками, с розочками. Одежда с кодов у меня тут еще есть. Ну, а по сути все. Больше ничего нет. А что тут может быть? Я особо на ней не играю, но иногда вот захожу проверить количество СК и покачать камней на очень редко. Снаряжение тоже скуднее некуда. То есть, по сути, у меня вот, да, у меня по кодам. По кодам. Тут коды. Тут Джо Джо Сива. Всякие уздечки за задание. Раздействительная уздечка я, по-моему, обменивала тогда за звездочки, кажется. Всякие сумки. Это все коды. То есть, тут, по-моему, ничего купленного нету вообще. Вот. Сидели на сумке ночи. Я не помню. По-моему, это новогодний был календарь, кажется. То есть, тут... А, да. Самое страшное. Когда вот я зашла и поняла, что меня просто до жути раздражает мой аккаунт, я его, моими словами, изуродовала. Я СК потратила специально на такие комплекты, на такой комплект, чтобы я прям вот не хотела садиться на лошадь и кататься. Я купила вот такой вот вальтрап, вот такое седло и, по-моему, все. И, знаете, это работало. Я ненавижу этот комплект. Он меня всегда бесил. Именно поэтому я его на этот аккаунт в качестве ненависти к своему персонажу я купила этот комплект. И, блин, это ужасно. Это плохо. Это плохо. Вот. Но, к сожалению, я так поступила. Да, я постараюсь найти фотографию, как я изуродовала свой аккаунт по своим словам. Но, чтобы вы понимали, в какой-то момент я зашла на свой аккаунт, на этот, проверить количество СК, и я поняла, что я в него влюбилась. Мне нравится вот эта вот афроамериканка с сиреневыми волосами. И она долго у меня такой ходила, но потом все-таки я переделала, переделала не обратно. Вообще не обратно. Мне так зашла тема с вот этими сиреневыми косичками, что я решила сделать эту девчонку, ну, как-то ассоциацию аметиста, что ли. Как бы это странно не звучало. Да, у меня персонаж ассоциация кристалла, минерала. Аметист. Вот. А больше что там еще? А, по-моему, по питомцам еще можно. Да, зверушки. В зверушках у меня тоже все только с кодов, с календарей. А, ну, да, и вот, а, за задание. Получается, как раз, плюшевый старшайн, холодно-молочный коктейль до Джо Джо Сива была, праздники, календарь, заданька, волшебный козель, заданька этого года, насколько я помню. А это тоже код. Вот. Вроде бы так. Вещи. Ну, тут все как всегда, все стандартно, но даже имеется в наличии один, одна пыль белого оленя, которую, я думаю, я не знаю, наверное, здесь никогда не использую. Пусть будет такая память. Пусть хранится, пока ее просто-напросто не удалят из игры. Что-нибудь. Вот. Потом, что по прическам... А, по прическам, кстати, сама не помню, что по прическам. Да, я, кстати, планировала, что это видео будет покороче, но что-то как-то рассказывать мне интересно. Вы, пожалуйста, напишите комментарии. Ничего, если вот вам рассказы про моих персонажей будут длиться минут по 20. Потому что, ну, рассказывать, в принципе, это достаточно много. Вот, по-моему, когда-то она была с черными волосами. Даша, почему ты ее сделала с черными волосами? Ты же себя создавала, у тебя были коричневые. Не знаю, ладно. Вот. Потом вот такая прическа, и все. На этом абсолютно все. Макияж вообще никакого нет. Вот как я ее отродясь создала, так ничего и не покупала. Да и потому что незачем использовать коды, копить и скай, тратить их на макияж. Мне как-то, ну, совсем это не надо. Я, в принципе, вон, как бы создала и образовала целый образ персонажа просто с помощью вещей, которые я получала за коды. Ладно, исключение косички. Ну, согласитесь, на ней с ее сиреневыми волосами они смотрятся годно. Планирую ли я покупать лайф на этом аккаунте? Честно, не знаю. Потому что аккаунт является для меня просто памятью о том, что ССО началось у меня гораздо раньше, чем в 2017 году. Просто не осталось ничего, никаких фотографий, скриншотов, ни видео. Осталось только память в голове и чисто вот этот аккаунт и воспоминания, связанные с ним. Поэтому я не знаю, буду ли я покупать лайф или нет, или все-таки у меня взорвется душа, и я когда-нибудь куплю лайф зачем-то, непонятно, зачем на все свои аккаунты. Вот, ну, ничего не могу загадывать, ничего не буду говорить. Сама не знаю. Касательно этого аккаунта точно вообще не догадываюсь, что с ним будет происходить дальше. Но знаю точно, что никому продавать не буду. Он будет жить и наслаждаться миром Юрвика. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!